Всем привет! Меня зовут Ярослава и сегодня мы с вами поговорим о прищипке ахиманесов. С момента посадки резом прошло уже 2,5 недели и вы видите, что побеги хорошо подтянулись, подросли. Некоторые те, что поменьше, мы трогать не будем, а те, которые уже побольше, покрупнее, можно прищипнуть. Для чего производится прищипка? Точно так же, как и у фиалок, вы знаете, что если мы повреждаем точку роста специально или так произошло из-за какой-то болезни, то фиалка начинает растить боковые пасынки. Точно так же происходит и у ахиманесов. Если мы прищипываем точку роста, то это стимулирует рост боковых побегов. Просыпаются почки в пазухах листьев и таким образом получается, что вместо одного побега мы получим целых 3, а то и больше. С помощью каких инструментов можно производить прищипку? Проще всего это делать ножничками маникюрными, можно еще аккуратно прищипывать ногтями, при условии, что у вас длинные ногти. У меня какая-то последнее время тяга к коротким ногтям, поэтому я буду пользоваться именно маникюрными ножничками. Итак, с чего мы начинаем? Вот вы видите, что уже у этого росточка сформировались несколько ярусов листьев. Первую, вторую и третью пару даже мы можем оставлять, а все, что выше мы срезаем. То есть 2-3 пары листьев оставляем, а верхушку срезаем. Абсолютно легко срезаете и таким образом вы видите, что ножницы прошлись над основаниями верхних листиков и в пазухах этих листиков виднеются спящие почки, которые мы и должны простимулировать, чтобы они проснулись и начали активно расти. У этого ахименоса мы видим, что есть 2 крупных побега и остальные мелкие. Мелкие мы пока не будем трогать, пусть они потянутся до такого же уровня. А те, которые покрупнее, мы точно так же аккуратненько прищипываем. Заводим ножнички аккуратно под верхние листики, которые мы должны срезать и срезаем. Но срезаем так, чтобы точка роста тоже удалилась, потому что можно срезать чикну где-то посерединке верхние листики. И таким образом вы просто срежете сами листики, но точку роста не удалите. Вы именно заводите ножнички под эти листики, под точку роста. То есть, если мы посмотрим на междоузли, то это будет где-то посередине между последними листиками, которыми мы оставляем, и началом тех листиков, которые мы срезаем. Как вы знаете, ахименесы бывают кустовые и ампельные. Кустовые ахименесы мы можем прищипывать 1-2 раза. Большего количества им не требуется. А если у вас ампельные сорта ахименесов, то их можно прищипывать 3-4 раза. От этого они становятся только пышнее и красивее. Хочу отметить, что прищипка это необязательная процедура. Можно вполне обходиться и без нее. Но если вы прищипнете ваши ахименесы, то для того, чтобы превратиться в пышный красивый кустик, им потребуется гораздо меньше времени. Вообще, ахименесы, если сравнивать, допустим, с фиалками, то фиалки не засыпают на зиму. Они растут круглый год. И поэтому они развиваются довольно медленно. Ахименесы же имеют более короткий период развития. Довольно значительное время они находятся в состоянии покоя. Спят от момента посадки резон до завершения этого активного цикла. Проходит чуть больше полугода. Поэтому за это время им нужно пройти все стадии своего роста. Прорасти, нарастить хорошую листовую массу, расцвести. Потом постепенно засушить все надземные побеги и уснуть. К чему я это говорю? К тому, что если вы делаете прищипку, то ахименесы растут активнее, быстрее. И за более короткий промежуток времени вы получаете хорошо разветвленное растение. Что мы делаем дальше после прищипки? Все точно так же, как и до этого. Яркий рассеянный свет для того, чтобы побеги не вытягивались, а развивались активно и компактно. И равномерное увлажнение. Сейчас пока еще кустики совсем-совсем маленькие. Корневая система у них небольшая. Обильного полива не требуется. Вы главное проверяйте, чтобы грунт был слегка увлажненным, не более. Ну а после того, как они уже разрастутся, превратятся в большие пышные кусты, тогда уже можно их будет поливать намного чаще и больше. Так как корневая система уже будет хорошо сформирована. Таким образом, на примере двух сортов я вам показала, как я провожу прищипку ахименесов. Те маленькие росточки, которые еще не доросли до стадии двух-трех сформированных пар листьев, они немножечко дорастут и я тоже их точно так же прищипну. Ну и после такой процедуры кустики станут намного пышнее и соответственно в итоге мы получим намного больше цветов. На сегодня у меня все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok